Над пациентом колдуют 20 рук. Руководит бригадой алтайских врачей астраханский кардиохирург Игорь Чернов. У мужчины на операционном столе патология метрального клапана. С возрастом его сердце перестало перекачивать кровь в легкие. Пациента мучила дышка даже в состоянии покоя. Разрушающийся клапан требовал коррекции. Его сегодня корректируют и укрепляют щадящим путем, не распиливая грудину, а делая надрез. Если при обычной операции срок реабилитации 2 недели, то новая методика ставит на ноги уже через 7 дней. Болевые ощущения меньше. Быстрее активность пациента наступает. Он быстрее встает, быстрее начинает ходить, быстрее приступать, так сказать. То есть меньше вероятность возникновения инфекции, когда мы распиливаем грудину. То есть инфекционные осложнения, которые встречаются в этой ситуации, это катастрофическая ситуация. То есть пациент может перенести операцию, но погибнуть от каких-то инфекционных осложнений. Это все как бы нивелируется, исключается. Если в Астраханской области подобные щадящие операции на сердце проводятся уже на протяжении 10 лет, то у нас на Алтае это направление только зарождается. Пока провели лишь 4 и дело не в отсутствии специалистов, а в недостаточном финансировании. Если в Астраханской области выделяют 5000 квот ежегодно, при потребности, правда, в 15 тысяч, то на Алтае гораздо меньше. В Астраханской области 5000 квот у нас примерно... Они федеральные, понимаете, они не региональные квоты, это федеральные квоты. А у нас краевые? А у нас краевые, да. Почему нет региональных? Они работают с федеральным бюджетом. Ну, вы знаете, мы в регионе должны оказывать помощь не только больным заболеваниям сердца, но и больным с перитонитом, больными с травмами, больными с онкологическими заболеваниями. Ну, вы понимаете, что бюджет... Сколько региональных квот? Сколько? Примерно. Ну, там, я не знаю, несколько сотен, наверное. А вообще потребность выше. Сейчас алтайские кардиохирурги стараются выбить федеральные квоты, ведь в подобных операциях ежегодно нуждаются тысячи жителей Алтайского края. А если делать такую операцию платно, то нужно заплатить около 300 тысяч рублей. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.